Говорила Диме, что хочется вот именно из-за этой погоды, которая из-за похолодания, у меня лично постоянно ощущение, как будто я хочу сладкого, горячего чая, и уже начинаю беспокоиться о фигуре. Ну, знаешь, тебе, я думаю, беспокоиться не нужно, ты выглядишь потрясающе. Наверное, слушаешь полезные советы. Вот, допустим, недавно в интернете прочитал о том, что если вы очень сильно хотите сладкое и не можете побороть свое внутреннее чувство, кушайте с 4 до 6, в это время организм переваривает сладкое лучше всего. А лучше еще, прям комбо-вомбо можно сделать. Если вы хорошо покушали котлетки, зарядили себя белками, потом углеводы будут перевариваться лучше. Так что, если вы в 4 покушали котлетки, хорошо зарядили себя белочками, и потом можно позволить себе пару сладкого, конфет сладких, будет вообще просто песня. Главное во время остановиться в этом вопросе. Я думаю, когда ты уже сытый, там, сверху немного утрамбуешь, так сказать. Не мне тебе рассказывать, как меняются эталоны женской красоты, что в моде сначала орденорексичная худоба, потом бодипозитив и размеры плюс сайс. Но, тем не менее, как раз-таки о эталонах женской красоты. В этом вопросе разбиралась Ира Барилюк, и она сама продолжит тему. Нарочито пухлые губы, экстремальная худоба, андрогинная внешность – все это веяние современной моды. Однако так было не всегда. Свинцовые белила, сурьмяные карандаши, капли из белодонны для глаз – это далеко не все испытания, которые претерпел прекрасный пол в погоне за идеалом. В 18 век диктуют свои правила женской красоты. Основное – тонкая талия. 33 сантиметра – таких объемов могли добиваться девушки с помощью корсетов. Легендарная блондинка Мэрлин Монро считалась символом женственности 1950-х годов. При небольшом росте она весила 54 килограмма и обладала практически идеальными формами. Маленькое черное платье, строгий приталенный жакет, различные аксессуары. Образ девушки 60-х. Ну а это мой образ – 2019 год. В 21 веке девушки выглядят по-другому. Это время возможностей. Современные технологии позволяют исправить недостатки внешности. Но если слишком увлечься, легко утонуть в навязанных стереотипах. У всех разное понимание шаблона красоты. Все хотят к чему-то стремиться, какой-то образ добиваться, чего-то добиваться. Но я за естественную красоту. Лучше не нужно ставить каких-то шаблонов, каких-то рамки себя загонять. Студентка Алена Нечитаева активно занимается спортом. Девушка уверена, что нет ничего лучше естественной красоты. Мне бы хотелось быть собой, чтобы я могла показать то, какая я являюсь на самом деле внутри, а не только снаружи. Стандарты женской привлекательности постоянно преображаются. Каким тенденциям сегодня нужно следовать, чтобы не отставать от моды? Все девушки – это жертвы красоты. Почему я должна в 72 года заморачиваться? Я живу, как хочу. Понятие жертвенности у каждого свое. Для кого-то проснуться в 7 утра и выйти на пробежку, нанести патчи на лицо и сделать легкий макияж – это норма. Для кого-то это жертва. Когда есть счастье, есть и красота во всем. Красота, стиль, манера поведения – все меняется. А вот то, что кроется за внешним убранством, тонкость душевных граней, остается ценным в любую эпоху. Ирина Борилюк, Руслан Хохлов. Утро нового дня.